Крики «Спасите! Тону!» – это авторский вымысел в художественных фильмах и книгах. На самом деле, как говорят специалисты, тонущий человек кричать не может. Он захлебывается водой и пытается глотнуть воздуха. Поэтому непрофессионалу трудно определить, что купающемуся неподалеку человеку требуется помощь. А вот спасателя все признаки знают. На пляжах городского округа не погибло ни одного человека во время работы спасателей на спасательных постах. То есть люди гибли в акватории пляжа, когда спасатели не работали. То есть в ночное время. В ночное время погиб человек в состоянии алкогольного опьянения. И буквально 29 числа погибла девушка в акватории пляжа Ладья в 5.40 утра. То есть зашла воду в состоянии алкогольного опьянения. В этом году с 10 июня, когда открылся купальный сезон, в воде погибли 9 человек. Еще 24 купальщика удалось спасти. Люди тонут в акватории необорудованных пляжей, где нет спасательных постов. Как правило, трагедия происходит в протоках и на правом берегу Волги. Чтобы предотвратить трагедию, спасатели регулярно выезжают в рейды, беседуются дыхающими. Здесь мы лет 15 уже отдыхаем на этом месте. Поэтому нам здесь нравится. Народ свой один и тот же. У нас пока никаких. За 15 лет ничего не было. Все осторожненько, все проверены. Большое внимание уделяют и тем, кто загорает на официальных пляжах. Отдыхающим раздают специально разработанные памятки. Добрый день. Возьмите, пожалуйста, памятку. Поведение на воде и на пляже, чтобы предотвратить трагедию. Спасатели не только просят горожан не употреблять на пляже алкоголь и курить в отдалении от места отдыха. Самое главное, говорят сотрудники службы, следить за своими детьми. В этом сезоне в Самаре работают 8 оборудованных пляжей. Ежедневно на дежурство выходят 44 спасателя, готовых в любой момент прийти на помощь. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.